Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Доброе утро! Как важно разговаривать с людьми? Как важно их слушать? Разговаривал вчера с одним человеком, который только-только включился в бизнес мой. Спрашиваю, чем занимаешься? На какие деньги живешь? Почему не появляешься на тренинге? Да я не могу! У меня работа! Ну понятно, у всех работа! Да нет, я же без выходных! Я на хозяина работаю без выходных! Я специально ему говорю, ну, наверное, ты гребешь деньги лопатой, раз ты без выходных трудишься, трудолюбивый такой. Он засмеялся. 250 долларов, говорит. Как дурачок, долбасись за такие деньги. А что делать? Ну, и я его слушаю, а про себя так думаю, ну, наверное, какое-то такое. Хоть и молодой парень, 35 лет, говорит вроде грамотно, а с мозгами-то у него, видно, не все в порядке, потому что, что же это за жизнь такая? Позволять использовать себя таким образом. Месяц работать за 250 долларов без выходных на хозяина. Думаю, что-то у него в голове не то. А он мне говорит, а можно я вам расскажу поподробнее сейчас? Я говорю, а у тебя опыт-то есть сетевого бизнеса какой-то? Ну, есть. Ну, можно я поподробнее расскажу вам? И он начал рассказывать, и я его слушаю, и думаю, вот яркий пример того, что написано в Библии. В притчах написано там, ну, я попозже напишу вот внизу текст, о том, что неопытный идет и попадает. А тот, кто опытный, тот ведет себя благоразумно. Тот предусмотрительно обходит опасные места и, имея опыт, уже в эти ямки не падает. ведет себя благоразумно. А где его взять, этот опыт? Вот он рассказывает, что в первую компанию попал русская компания, известная на слуху. И для того, чтобы на события грандиозное, эпохальное, от которого зависит все, чтобы попасть на это событие, его спонсор, женщина, мотивировала его, значит, совершить подвиги геройские. Купи продукт и подпиши за два дня таких же пятеро, и чтобы они купили продукт, и тогда ты попадешь на это событие, потому что это крайне, это все, это твоя судьба. если ты попадешь на это событие, все, это же, да е-мое, да если ты только, только тебе главное туда попасть. Он говорит, да как же я сделаю это, вы что? Где же я наберу за два дня пять человек, подпишу, я сам сегодня только включился. Нет, вот тебе надо и все, вот надо и все. Иди, думай, как хочешь. И говорит, ну а что я мог придумать? Я понял только одно, что событие эпохальное, я должен туда просто попасть. Если я туда не попаду, моя жизнь надломилась, вот вела и хруст, и все. Так мне рассказали, настолько меня возбудили, настолько меня разгорячили, настолько я ожидал изменений от посещения этого мероприятия, что просто я, ну и что я придумал? Ну самый простой путь сразу в голову приходит, ясное решение какое. Куплю-ка я на себя и на этих людей, попаду на мероприятие, а потом уже задним числом подпишу этих людей и продам это то, что я купил. Глупость, конечно, очевидная, которую могут совершить только абсолютно неподготовленные, неопытные, не знающие, ну нормально думающие, просто неопытные люди. И это крутая спонсорша, сетевичка, которая зарабатывает кучу денег, когда он пришел и объявил ей, говорит, а вот такое решение, ну это ты уж сам решай. На совести этой тети решение. Он принял такое решение, купил на полторы штуки продуктов, пищевых добавок и попал и попал на это мероприятие. Ну и конечно же, как всегда, ничего особенного он не увидел. Ну как ты там что-нибудь особенное увидишь, когда ты зашел туда за полторы штуки баков, и этот продукт лежит сзади, и ты не знаешь, что с ним делать, потому что у тебя никакого опыта, ты не пробовал продукт, вообще ничего не знаешь. Как работает, как действует, получится, не получится. Есть же синдром покупок, синдром покупателя, когда человек купил что-нибудь хорошее и то переживает, а тут на пятерых вперед, что предстоит продать, он купил, не понимая, что он приобрел на полторы тысячи. Если бы у него этих денег было бы море, то он из последних сил на заработках за границей где-то. И все. Более того, там столкнулся с людьми, которые просто так прошли. Вот как просто так. Никаких покупок мы не делали, ничего, нам спонсор разрешил, ну, чтобы нас смотивировать, типа. Полное разочарование. Потом кончилось мероприятие, все разъехались, остался дым от фейерверков, угасшие эмоции от слушания успешных историй героев. стоящих на сцене. И осталась реальность. Неизвестно, что... Нет денег полторы тысячи, зато есть продукт, который неизвестно куда деть. Есть проблемы, и неизвестно, как их решать. И спонсору поркнуло, и до свидания. сплошь и рядом. Сплошь и рядом. В мою задачу не входит сегодня рассказывать вам про мероприятие, но два слова я скажу. Я вообще хочу сказать сейчас о том, что надо иметь благоразумие. Никто не несет никакой ответственности за твои решения, кроме тебя. Никто. Никто. Ты сам. В реальной жизни все так. Женился неудачно, кто виноват? Ты. Вступил в бизнес неудачно, кто виноват? Ты. Деньги вложил неудачно, кто виноват? Ты. Они мне советовали, кто принимал решения, чьи деньги мои. Все, свободен. Ты принимаешь решения. Никто. Люди будут вас обманывать, вести туда, сюда, искренне обманываясь, будут вам что-то предлагать. Вы должны принимать решения. И это не только в сетевом бизнесе. Это везде в обычном бизнесе. Человек загорелся, открыл магазин. Прогорел, что кредит, 20 тысяч долларов повез, доллар вскочил в 10 раз. Что ты? Кто? Банкрот, кувыркайся, продавай квартиру и иди в малосемейку с семью детьми. Ну и что? Обычное дело. Надо иметь благоразумие. Сетевой бизнес это точно такая же сфера человеческой деятельности, где надо иметь мозги, знания, опыт, благоразумие, где надо думать. Вот они меня повели, они меня повели, под руки подвели, повели, повели. Да, ведут, есть такие орлы. Берут и под руки ведут. Куда в тупик? Порой сами заблуждаются. Чаще это всего эти наш брат сетевики с тусклыми глазами сами давно не зарабатывают. Но подписывать-то надо, они для этого существуют. Сумбурно несколько я говорю вам, но смысл такой, про мероприятие. Вот этот человек мне говорит, что весь его опыт сетевой начался вот с того, что ему порекомендовали настойчиво попасть на мероприятие. Он это сделал, совершил ошибку. Все, с этими полуторами тысячами завис, потом он не смог продать, и, конечно же, он с этим бизнесом сетевым нахлебался. Мероприятие очень ценно и полезно, очень важно для тебя тогда, когда у тебя есть какие-то результаты. Как ты понимаешь, главная мотивация это не мероприятие, вот этот шум, гамма, это очень хорошо, это полезно. Послужить других людей, увидеть, как они работают, зарядиться, вообще увидеть картину, большую картину бизнеса, целиком, посмотреть, сколько людей задействовано на это, насколько они все заряжены, как все кипит и кричит. искренне. Это здорово, это такой подъем, такая мотивация, такие чувства, такие новые ощущения, вера крепнет. И ты возвращаешься и с утроенной энергии начинаешь работать. Но, ты не должен ехать туда, впадая в страшные долги. Ты не должен понимать, что и спонсоры не должны понимать, мотивируя тебя туда любой ценой, что это самое главное, поведет тебя в бизнесе. Я, например, знаю, что очень много моих людей поехали на какие-то мероприятия, мотивируемые мной и не только мной, а потом исчезли из бизнеса. Удивительно. Это общеизвестная сетевая истина. два месяца людей мотивирует на то, чтобы они собрались, в долг собралась компания и поехала, привернулись и половина потрясенных увиденным размахом и в сравнении со своим кошмаром финансовым повыпадали из бизнеса. Не знаю, почему выпадают люди. Я сам был в таком положении. Я, правда, не собирался выпадать, но видел, как мои люди после мероприятия выпадают. Надо, чтобы человек, самая главная мотивация для человека это деньги. Это люди. Если у тебя подписываются в твою группу люди, если ты видишь, что бизнес развивается, что один, второй, третий, и твои люди что-то подписывают, зарабатывают, хоть по чуть-чуть, если продукт продается, и ты получаешь наличные деньги, если у тебя появляется маленький чек, но он растет, все. Это самое главное. Чем чаще подписываются люди, тем быстрее ты растешь, тем больше у тебя огня, тем больше веры. Подписанные люди, новые, дистрибьюторы, это самое ценное. Если продукт расходится вместе с этим, ну, тогда вообще все. И вот в этот момент ехать на мероприятие, вот это да, это полезно. А если ты еще ничего не заработал, если тебе предлагают занять денег и тащиться куда-то далеко ехать, да еще за границу, да если у тебя уже полгода ноль, и ты в долгах, и тебе говорят, ну вот съездишь, возбудишься и начнешь, или сам себя ночью уговариваешь, то это не надо этого делать, это глупость, это неправильно, а я сам я сам в таком положении, нельзя. Если у тебя нет других рычагов, чтобы себя поддерживать, огонь, меня, например, поддерживало то, что я вообще верил в индустрию, я знал, что здесь есть деньги, я просто извлекал это все время из истории, которые я бесконечно находил в книгах, в книгах, всяких кассетах, дисках и так далее. Я себя все время готовлю, а основная масса не читает, она ведома спонсорам, и поэтому, столкнувшись с трудностями, побывав на мероприятии, и вернувшись домой опять своим долгам, все, итак, мероприятие важно тогда, когда у тебя есть результаты, маленькие, зачатки, но есть фундамент, основа, вера появилась, что этот бизнес работает. Вот если тебе спонсор, если система работы, если продукт, если вообще вся компания, и вообще все, куда ты попал, дает тебе основание надеяться, что ты здесь вырастешь, а главными признаками этого являются первые подписания и деньги, и скорость, с которой они пришли, значит у тебя есть повод и основание поехать на такое мероприятие, и то не в долг. и когда тебя мотивирует поехать туда, то ты как бы искусно это не делалось, ты должен соображать. Трезво надо смотреть на вещи, благоразумный укрывается от возможной беды, а неопытный идет и падает. жаль смотреть на людей, которые слушают этого парня, и жаль мне было его искренне, жаль, что у него такой бесценный опыт, ведь это же бесценный опыт, но его жаль, но это его личный опыт, это его личная жизнь, этот опыт можно рассматривать как достояние, а можно говорить себе, аааа, сетевая бездна, он молодец, что он продолжает, самое главное, он продолжает, и он молодец, это самое главное, продолжать. Три момента, три момента, которые надо учитывать, когда ты принимаешь решение работать в сетевой компании, я не хочу углубляться в детали, в книжках написано море сведения по этому поводу, как выбрать компанию, это чаще всего это лотерея, потому что это опытный человек, и то ошибается, я уже больше 10 лет проработал в бизнесе, сетевом, и то ошибся, и не один раз выбирать компанию, а уж новичок откуда ему знать, поэтому часто это лотерея бывает, как выпадет шанс, бывает одному повезет, он попадает сразу в нужное время, когда на рынке ситуация сложилась, в хорошую компанию, под хорошего спонсора, классный продукт, ситуация, система работы правильная, у него взрыв, и он полетел, бывает, редко, основная масса попадает в компанию, которая не выполняет обещанное часто, не про, ну, если это иностранная компания, то она чаще всего не выдерживает так называемых особенностей русского рынка, наших реалий, да мало ли что бывает, кто там руководители, как устроен бизнес, они говорят одно, они тебе говорят, что мы будем развивать бизнес, а сами уже давно решили его закрыть, но они же не скажут никому об этом, поэтому ты можешь ошибиться, но знать надо вот какую вещь, если продолжать, то в конечном итоге можно попасть в такое место, в такие руки, в такую команду, в такую систему, которая сделает тебя свободным, богатым, по-настоящему, в противном случае, или иди открывай бизнес, магазин, ресторан, мастерскую, или еще что-нибудь, и барахтайся там, там гораздо опасней, или иди и продолжай работать на своей работе за 250 долларов, где тебя будут иметь по полной программе. Итак, вернусь, первая это компания, вторая это спонсор, и третья это система работы, которую он предлагает. Три главных момента. Вот если повезет, компания хорошая, с хорошим продуктом, спонсор с мозгами, порядочный человек, и система работы, которую он предлагает, то тогда вам повезло, вам повезло, вы можете преуспеть. Вот парень сейчас. Три компании прошел, в одной компании вот его вот так завели на мероприятие, ему все стало понятно, и он остался брошен на полторы тысячи долларов продукта, только посочувствовать, побегал, побегал, всю физиономию разбил об отказы и сник. Вторая компания, в которую он попал, с порочной системой ведения бизнеса. Вот мое глубокое убеждение, порочная система, которая кормит только единицы лидеров, остальная черпь внизу выполняет грязную работу. Если кому-то интересно узнать про порочные системы работы, я могу в следующем ролике об этом рассказать. и третье это спонсор. Надо чтобы спонсор был человеком, который вел себя правильно. А это большая редкость, к сожалению. Но если ты попал в правильное место, в систему правильную и в хорошую компанию, то ты можешь легко найти спонсора вверху. То есть со спонсором легче. Если твой непосредственный спонсор или неопытный, или какой-то тебе не нравится, непорядочный ты увидел, то ты всегда, находясь в хорошей компании, в хорошей системе работающей, всегда можешь найти себе наставника, который тебе будет помогать. Но если ты попал в компанию, в которой заложены изначально неправильные основания, где продукт не продается, или он какой-то сложный, или какая-то проблема все время давит этот бизнес, или руководители не тем занимаются, или еще что-нибудь, короче говоря. И система работы такая, что у тебя шансов нет. Тебе надо снять офис, тебе надо выучить море информации, тебе нужно работать день и ночь, сидя в кабинете, как в нарукавниках, как обычный чиновник, то извини за выражение, шансов у тебя никаких нет. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытный идет и падает. Чтобы быть опытным, надо читать книжки. Одна из самых лучших книжек, это ваш первый год в сетевом маркетинге, который написал Марк Ярмель. Ваш первый год в сетевом маркетинге. Сейчас вам покажу. Нет, нет, ну, потом покажу. Ваш первый год в сетевом маркетинге. Марк Ярмель. Если вы новичок и не читали эту книгу, она должна быть у вас настольной. Хоть и говорят, что она устарела, абсолютная истина там написана. Хоть она говорит, что американская, все равно абсолютно истина там написана. Во многих вещах. Я желаю вам удачи. кое-что расскажу. До свидания. Продолжение следует...